Всем привет, с вами MailStorm и вы смотрите DotaScope. Этот выпуск будет снова посвящен команде Sigrid, но на этот раз мы посмотрим не за особой их заготовкой, а за героем, которым они играют при любой возможности. За котлом. В качестве примера из всех многочисленных вариантов я выбрал полуфинальный матч против Invictus Gaming, состоявшийся на ESL One Frankfurt 2015, а конкретнее первую его игру. Не будем ходить вокруг да около и сразу перенесемся в игру. Очень важно, что на начальной стадии у Sigrid есть две сильные линии, это Viper на миде и Tuscar на нижней линии против Solo Bristol. Это важно, потому что Котл сам довольно-таки слаб на начальной стадии игры, хотя некоторые фишки у него и есть, но на данной карте Пупей решил воспользоваться техникой бесконтактного боя. В первые минуты игры Кипер неохотно ввязывается в битву, стараясь получать экспу и отбиваться от атак соперника, а как только враги ослабляют давление на верхнюю линию, уходит фармить леса. Если же антимаг начинает испытывать проблемы с фармом, то Пупей вновь возвращается на лайн, сделать пару отводов или помочь своим присутствием. Важнейшим параметром этого героя является мобильность. С получением шестого уровня Котла Sigrid сразу же перестраиваются на модель игры 4 плюс 1. В случае необходимости Котл может мгновенно присумонить к себе пятого героя, что и происходит на нижней линии. Более того, в данной игре довольно большая часть героев испытывает проблемы против Монолика и не может прогнать Котла с лайна. Тем самым он становится очень сильным защитным героем, вынуждающим соперника прилагать большие усилия в мап-контроле. Даже в случае смерти Котла или любого другого героя, Сикрит теряют не так уж много, так как в этот момент агрессивно формят всю карту. Также довольно важным условием успешности такой доты является то, что вся команда должна действовать в подобном стиле, раскачивая соперника. Иными словами, Котл от Сикрит это не заготовка под особенного героя, это особенный стиль игры, который проще всего назвать сплитпушем, добавив к этому дичайшую мобильность. И как все успешные сплитпуши, игра заканчивается тем, что кэри лидирующей стороны набирает слишком много фарма. Поймать антимага пиком IG очень сложно. Добавьте к этому мобильность Котла, а также геем и аганим на этом замечательном герое, и соперник останется безоружным. Естественно, если враг ничего не предпримет, то такая игра скорее всего закончится без какой-то смысловой финалки. Таким образом, Котл, закончивший игру 0.7 и не внесший особого импакта ни в одну из драк за игру, если не считать телепорта союзных героев, фактически сделал огромную часть работы, которая и принесла победу. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, конечно же, пишите комментарии. С вами был MailStorm, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok